здравствуйте сегодня у нас на обзоре один из самых популярных сетевых триммеров это триммер wall detailer если быть более точным то сегодня у нас на рассмотрении wall detailer extra white то есть триммер с более широким чем стандартный нож как указано на коробке на 6 миллиметров шире производитель заявляет ширину 38 миллиметров но честно говоря откуда взялась такая цифра для меня довольно таки странно вот у меня есть тут штангенциркуль если измерить нож собственно нож то получается величина 36 миллиметров если измерить гребенку то получается размер 40 миллиметров ну видимо думали думали товарищи ничего не придумали как взять средний 38 так 38 на самом деле это не так важно как то что здесь используется т-образный нож широкий который был бы очень удобен для hair tattoo если бы не одно но как вы видите у т-образного ножа wall detailer имеются довольно широкие боковые части на которых нет зубчиков соответственно в этой части он не будет связать из каких соображений их сделали такими большими для меня загадка мне кажется это будет не вполне удобно при оформлении hair tattoo для обычных работ накантовочные для сведений это не представляет никакой проблемы нож здесь не быстросъемный нож здесь на винтах для того чтобы его снять почистить там какие-то действия с ним произвести необходимо отвернуть два этих винта ну насколько это большая проблема я думаю для триммера это не проблема поскольку волос срезаемый здесь очень короткий он ничего особо не забивает а дальше что необходимо отметить с завода нож поставляется с установленной длиной среза порядка 0,4 миллиметра при необходимости можно выставить данный нож что называется в ноль для этого нужно будет отвернуть там имеется два винта поправить сдвинуть на нужный уровень и дальше будет вам счастье повторюсь я никому не рекомендую изменять длину среза без необходимости если вы работаете вас устраивает не экспериментируйте иначе перепилите шею одному из ваших клиентов если вы видите что ваш триммер однозначно оставляет слишком длинный волос да тогда можно поизвращаться сделать срез покороче если говорить о детейлере со стандартным ножом на 6 миллиметров более узким чем этот то там в комплекте шла специальная приспособа китайская для установки стандартной длинной срезы здесь ее в комплекте нет зажопили но как производитель комментирует что такой триммер покупает только профессионалы которые уже и так умеют настраивать возможно в одном из последующих видео я покажу как это сделать легко и просто и без последствий для клиентов дальше что еще необходимо сказать об этой машинке эргономика машинка довольно удобно лежит в руке практически полностью попадает в мой кулак тяжеленькая 190 грамм такой вес имеет некоторые машинки для стрижки триммеры же как правило гораздо легче имеет вес порядка 120 граммов но здесь вот 190 в принципе я не скажу что это тяжело наверное для тонких работ это в определенной степени даже удобно лучше чувствуется вес довольно симпатичная хромированная поверхность но на этой хромированной поверхности очень уж легко остаются следы пальца двигатель здесь установлен роторный двигатель мощность производитель нигде не указывает но тем не менее у нас есть небольшая подсказка это блок питания если внимательно посмотреть на блок питания то мы здесь увидим цифру 6 ватт итак выходная мощность а стало быть мощность потребления электромотора в данном примере составляет 6 ватт много это или мало ну на самом деле тот же мозг хром стайл машинка для стрижки достаточно мощная машинка имеет стандартную мощность 5 ватт которая однако там может в определенный момент и подниматься до 20 если жесткий волос то есть в принципе для триммера этого за глаза минусы что можно сказать о минусах на самом деле мне чисто субъективно не очень нравится его дизайн с одной стороны он очень красивый с другой стороны он очень уродливый не нравится мне здесь длина провода провод здесь идет длиной всего лишь 2,4 метра это довольно таки мало хотелось бы чтобы здесь было хотя бы 3 метра но в идеале вообще 4 кому помешают эти лишние метры может всегда их аккуратно скатать в бухту перемотать стяжкой и пускай они там лежат не мешаются большинству я думаю было бы приятно иметь возможность бегать вокруг клиента вокруг кресла со всех сторон не натягивая провод что еще можно сказать неприятного об этом триммере для меня лично неудобно эта кнопочка в задней части это скорее такой стилистический изыск функционально конечно было бы удобнее чтобы кнопка была где-нибудь сбоку чтобы можно было легко включать выключать но это не проблема поскольку триммер включили и дальше им работаем потом перестали работать выключили бог с ним да в принципе на этом недостаток пожалуй и закончились в целом довольно приятное впечатление остается об этом примере довольно хорошая качественная вещь хороший качественный нож нож просто замечательный здесь все кто пробовали работать ему отмечают что срез получается отличный чистые антенки никакие не оставляет в один проход поэтому рекомендую к покупке тем более если у вас уже есть какие-то машинки серии 500 то будет приятно собрать такое комбо из машинок которые отлично дополняют друг друга по цвету и по дизайну допустим детейлер magic clip cordless плюс супер таппер cordless 5 star плюс фен там не знаю вол супер драй в бордовом цвете плюс еще там для тех кто занимается еще и девушками утюжок в таком же бордовом цвете прикольно прикольно я бы пожалуй собрал такой комп на этом пожалуй все будут вопросы или замечания комментарии пишите в комментариях к видео подписывайтесь на наш youtube канал енот по стригун вступайте в нашу группу вконтакте енот по стригун ну и заходите на наш сайт енот по стригун точка ру где вы можете всегда увидеть цены а также обращаю внимание что в описании под видео я всегда оставляю ссылку на товар в нашем магазине где вы можете не только посмотреть цену но и посмотреть характеристики этого товара на этом на сегодня все пока пока